История России Россия – великая и уникальная страна с огромной территорией. Здесь, начиная от Калининградской области и заканчивая побережьями Тихого океана, живут более 160 народностей со своим бытом, культурой и прошлым. Россия выстраивала свои границы долгими веками из горски разрозненных княжеств, превращаясь в могущественное и единое государство. Ее разрывали многочисленные войны и междоусобицы, борьба за независимость и политические союзы. Но от этого страна становилась лишь сильнее. Исторический проект расскажет о людях, которые ее создавали. Правителях, полководцах, первооткрывателях, наших предках, собирателях земли русской. Выпуск подобных книг – знаковое событие в общественной жизни России. Патриотическое воспитание в нашей стране сейчас актуально как никогда. И публикация таких книг – показатель роста интереса общественности к прошлому России. Уникальность 25-томной серии в сочетании под одной обложкой художественных произведений, воспоминаний современников, документов эпохи и комментариев историков. Серия становится историей в лицах, развеивает мифы и четко отделяет вымысел от правды. Приглашаем вас в увлекательное путешествие сквозь века, которое раскроет многогранность и величие русской истории в каждом томе собирателей земли русской. Николай Борисов, Дмитрий Донской. Московский князь Дмитрий Донской относится к тому типу исторических личностей, которых принято называть знаковыми. Книга проливает цвет на разные аспекты 30-летнего правления Дмитрия Ивановича. Князь представлен в ней настоящим собирателем, устроителем и хранителем русских земель, отважным воином и мудрым политиком. Автор книги рассказывает о своем герое с максимальной подробностью и объективностью, привлекая все имеющиеся к настоящему времени исторические источники и восстанавливая сложную и многообразную картину жизни Руси второй половины XIV века. Имя Дмитрия Донского занесено в историю как победителя Куликовской битвы, князя Московского и великого князя Владимирского. Во времена его правления был основан белокаменный Московский Кремль. Князь сражался с Золотой Ордой и прославился как самый добрый и справедливый правитель Руси. Дмитрий Балашов, Василий Первый. Роман Дмитрия Балашова – редкое явление в русской художественной литературе. Посвященный правлению великого князя Василия Первого, сына Дмитрия Донского, роман с поразительной достоверностью отражает основные исторические события, быт, характер и нравы людей русского средневековья. Биография Василия Первого интересна как пример жизни князя периода Ордынского ига на Руси. Он занял трон в молодости, правил 36 лет, побив рекорд всех предков и вел относительно успешную политику. За годы своего правления он сделал много для объединения русских земель. Присоединил к московскому великому княжеству Нижний Новгород, Муром, Вологду и земли Коми. Боролся с великим княжеством литовским и Золотой Ордой. Николай Карамзин, Василий Третий Личность великого князя московского Василия Третьего долгое время оставалась в тени фигур его предшественника Ивана Третьего и наследника Ивана Грозного. Между тем, именно Василий Иванович завершил собирание исконно русских земель вокруг Москвы, приняв в состав единого государства Рязанское, Смоленское и Псковское княжества. Василий Третий был первым князем, чье правление уже не было омрачено Ордынской зависимостью. На эпоху Василия Третьего выпал строительный бум, начало которому положил его отец. В московском Кремле появился Архангельский собор, а в Коломенском – Храм Вознесения Господня. Борис Васильев, Александр Невский. Восьмой век. Князья на Руси ведут бесконечно междоусобные войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего врага. Их имена сейчас помнят только историки, а в памяти народа остался только один – Александр Ярославович. Талантливый полководец и отважный воин, он сумел победить шведов в Невской битве, а через два года разгромить грозное войско крестоносцев в сражении при Чудском озере. Искусный дипломат. Он вел тонкую политику в отношениях с ордынскими ханами, что позволило Руси получить столь необходимую передышку после разорительных татарских набегов. Петр Первый. В трех томах. В трехтомник вошли. Роман Алексея Толстого «Петр Первый» в двух книгах и «Научные труды». Современники начали осознавать величие Петра Первого еще при его жизни и задолго до того, как ему было официально присвоено прозвание «Великий». Читатели Первого тома проследуют за юным царем от Красного крыльца гранатой палаты, где многих из его близких погубил стрелецкий бунт 1682 года. Читатели Второго тома смогут пройти непростой путь вместе с Петром Первым, его друзьями, сподвижниками и русскими солдатами по полям сражений первого периода Великой Северной войны через поражение под Нарвой в 1700 году, ко взятию Нарвы в 1704 году. Читатели Третьего тома, историки и современники, получат уникальный шанс ознакомиться со всем спектром мнений историков о Петре Первом и составить свое собственное. Николай Павленко, Елизавета Петровна. О русской императрице Елизавете Петровне, дочери Петра Великого, сложилось впечатление, навеяное известными строками Алексея Толстого «Веселая императрица была Елисавет». Не оспаривая ее любвеобильности, страсти к нарядам и удовольствиям, представляемым троном, известный историк Павленко попытался усложнить этот образ, объяснить побудительные мотивы ее поступков и дополнить ее портрет штрихами, на которые не только историки, но иногда и современники обращали мало внимания. Николай Павленко, Анна Иоанновна. Еще одна книга автора посвящена десятилетнему правлению императрицы Анны Иоанновны. Историк талантливо и скрупулезно описывает этот период немецкого засилия в России через биографии главных действующих лиц эпохи Мерона, Астермана, Мениха, Волынского и других. Для более точного воссоздания образа императрицы и ее сподвижников историк привлекает большое количество документальных источников, включая архивные материалы, многие из которых приводятся впервые. Борис Васильев, Владимир, Красное Солнышко В русских былинах киевский князь Владимир зовется Красным Солнышком, а в историю он вошел как Владимир Святой. Его выбор предопределил крещение Руси. Нелегко далось князю введение новой веры в своих владениях. Он столкнулся с непониманием соратников и кознями недругов, и многочисленные внешние враги не упустили случая воспользоваться смутой в киевских землях. Переиздание романа сопровождается научным предисловием одного из крупнейших современных специалистов по истории Древней Руси Вадима Викторовича Долгова. Откройте страницы книг собирателей земли русской и погрузитесь в захватывающее путешествие по великой истории России. Субтитры создавал DimaTorzok